никогда бы не подумал в жизни что беларус который приехал в польшу будет зависеть от китайца который съел якобы какую-то летучую мышь нет никакой поддержки опоры просто вот только это потому что я же приехал один 6 меня зовут андрей я приехал в польшу в беларуси я приехал в польшу год назад потому что у меня была во первых возможность переехать в польшу у меня карта поляка плюс так обстоятельства сложились мне задолбала немножко работа моя точнее босс который у меня был и между вместо того чтобы выбирать новую работу в минске искать и я решил для себя попробовать что-то новое все и здесь я сразу на ленивого пытался на сайтах польских работу найти потом понял что может быть лучше на месте это попробую сделать и у меня была возможность к приехать в варшаву я приехал к варшаву своему знакомому знакомому поляку которым с которым я познакомился когда я еще пять лет назад ездил кучерфингом ну короче не ездил кучерфинг ездил я автостопом а приехал к нему пока усерфингу вот и мы с ним нормально закорешили так сказать и ему я приехал я пожил у него на где-то две недели то есть я искал параллельно работу две недели я был в Варшаве, то есть мне предложили работу здесь во Вроцлаве. Я приехал на собеседку первую. И все. То есть я понял, что у меня бабла как бы нету сильно. Ничего на руках уже как бы нету. Сидеть не за что. Пацана напрягать, у которого я и так посидел две недели, то есть, ну, считаю некрасивым. Поэтому я поехал домой и ждал результатов тех собеседований, которые у меня уже были. Первая работа, это вот как раз та работа, которая приехала на собеседование во Вроцлав. И мне, получается, предложили работу механиком в компании Мерседес. Ремонт по факту грузовых автомобилей. Но у меня еще такое подразделение было весьма интересное. Я входил как бы в состав такой группки небольшой по гарантийному обслуживанию конкретно автобусов. И автобусов, которые ездят именно в городе. Потому что в городском автобусном парке здесь очень большое количество новых Мерседесов. И добрый вечер, я работаю в заезде. В первый самый день, я говорю, понравилось, что тебе доверяют. И мне сразу дали ключи от машины, от буса. Садись, поехали. В первый день рабочий. Меня по сути, то есть, меня до этого видели, общем, наверное, часа полтора временем провели. То есть, с работодателем, да. И мне такие, ну, добрый вечер, держи ключики, садись в машину с запчастями, то есть, и едешь за мной. И ладно бы, ну, ехали там медленно, то есть, нормально поливали, то есть, по кольцевой там 130. Я такой, чего? Первый раз в городе. То есть, ну, вот, еду на машине рабочей. Неизвестно куда, неизвестно за кем. Ну, прикольно. Это такой был первый день рабочий, да. Тогда мой язык был вообще так себе, потому что я приехал, я мог выражать свои мысли, то есть, это все было, конечно, сбивчиво. Многих слов я каких-то не понимал, тем более технических терминов. По факту, я приехал на собеседование в качестве техника, ну, то есть, механика, техника. Должен знать, ну, по сути, это технические термины, то есть, связанные, опять же, с моей работой, и я их не знаю. Я что-то переспрашиваю, то есть. Ну, короче, тут подкупило несколько вещей, на самом деле, работодателя. Первое, то, что я работал в автобусном парке и в Минске. Второе, то, что у меня был работой в компании Mercedes. Все, пожалуйста, все сложилось. Я оказался в автобусном парке в компании Mercedes, только уже во врослые, все. И польский тут уже, ну, ничего не играл, по сути. И попал я, по сути, в компанию. Мне так сказал руководитель, что я первый иностранец в группе компаний. Я группа компаний, крупнейший, в принципе, автодиллер в Польше. На испытательный срок мне дали 3000 злотых на руки. График, получается, был у меня изначально 5-5-2. Но потом, связи с начала эпидемии, то есть, этот график поменяли, сделали 2 через 2. А мало того, что это было просто изначально даже 5-2, это было прямо с самого раннего утра. То есть, в 5 часов я уже зачастую на работе был. Мне еще доехать нужно час. Поэтому, ну, я встаю, допустим, в 3.30. Собираюсь быстренько. Моюсь и вперед. У меня заканчивался испытательный срок, был 3 месяца. Как раз разгар карантина, эпидемия, коронавирус. Никогда бы не подумал в жизни, что белорус, который приехал в Польшу, будет зависеть от китайца, который съел якобы какую-то летучую мышь. Ну вот, ну, никогда бы в жизни не подумал. Но по факту так получилось, что из-за коронавируса я был вынужден, не я был вынужден, а работодатель был вынужден мне не подписать новый контракт, долгосрочный. И это было связано именно с тем, что это не решение местного руководства, это решение, в принципе, руководства группы компаний. То есть, по факту я в отделе, я нужен. Работы там не убавилось, а наоборот даже в какой-то степени прибавилось. А фактически, то есть, они не могут мне предложить работу, потому что, ну вот, так получилось. Тысячу извинений, даже нашли мне новую работу. Но они мне нашли новую работу механиком у частной компании по перевозке. Я там поработал относительно недолго, наверное, 2 месяца. Ну, потому что мне не понравилось отношение, в принципе, как к работнику. Там так себе было, потому что большая часть работников-то украинцы, следовательно, на них сильно всех экономили. Отношения так себе. А когда ты работал в компании с мировым именем и знаешь, ну, такие, скажем так, минимальные стандарты для адекватной работы, ты уже по-другому смотришь на такие гаражные варианты. Там целая история была. Там работник был один прикольный, то есть, вот, который, типа, как старший, он работник именно на сервисе там был классный. А вот мелкое руководство, так скажем, ну, говнистое. То есть, такой типичный жопы-лист, которых я вообще не перевариваю. Приходят новые работники, еще один, то есть, они набирают, они все время набирают новых работников, и все время у них что-то там не получается с коллективом. Вот это так озвучивается, что вот, типа, вот, как работники не очень. Но по факту, то есть, как раз не очень именно работодатели, отношение работодателя к этим работникам. И в очередной раз, то есть, они набирают еще одного человека. Приходит мужчинка с Украины, мега адекватный, то есть, очень такой опытный, толковый дядька. Мне было с ним интересно, в принципе, разговаривать. То есть, мы обсуждали с ним, он спрашивал мне про эту работу, то есть, что как, то есть, кто, где, чего. Я это рассказывал, потому что мне это несложно. Я могу уже из опыта нахождения на той работе, то есть, что-то пояснить ему. Я это все рассказываю. При этом я ремонтирую один автомобиль. Ну, то есть, там, какие-то мелкие работы, там, замена масла, там, еще какие-то такие вот мелочи. И он в это время мне, по сути, помогает. Ну, то есть, разговаривает со мной, то есть, сам ко мне привязался, то есть, ну, разговаривает со мной, то есть, что-то там придержит, там, еще что-то. Вопросов нет. Закончил работу, а потом мне кидают вечером предъяву, типа, почему этот человек, ну, что ты один, типа, не можешь, что, сделать свою работу один, что не можешь, почему тебе человек другой нужен. Я говорю, при чем здесь этот человек? То есть если я не руководитель, я не могу ему говорить, что ему делать. Это, по сути, это ваша работа. То есть вы ему должны говорить, что ему делать. А я не могу ему сказать, типа, ну, типа, иди занимайся своей работой, если у него работы нет. Хочет помогать, помогает, супер. Он начал пилить, что, мол, типа, компания теряет деньги из-за того, что вот ты так работаешь, требуешь себе помощников. Я говорю, каких требую помощников? Ну, займитесь сами своей, типа, работая, я своей занимаюсь. И у нас на этой почве возник конфликт. Меня это уже достало. То есть такое отношение. При том, что в течение всей работы, в принципе, то есть очень часто ты что-то делаешь, остановился, то есть кто-то проходит или еще что-то, и все говорит, Skoda часу, Skoda часу. Типа, давай, работай, работай. То есть хотят, грубо говоря, за минимальную какую-то оплату, то есть получить максимум и выжать из тебя максимум, чтобы ты условно разобрал, собрал машины. Желательно это все за один день. И чтобы она в космос улетела, ну, отправила, вот, как Маск. Ну, то есть, ну, что-то из этой серии. И при этом заплатить тебе 15 злотых какие-нибудь, ну, в час, ну, грубо. Но смысл в том, что меня это уже достало, то есть мы так это, я уже прям разозлило. Меня такое отношение бесит, и такая подача меня бесит. Меня это разозлило, то есть я разозлился и говорю, «Слушай, все, я так не собираюсь работать, до свидос». И все. Сейчас еще только отличие, такой вот, язык еще все-таки не на хорошем уровне, на таком среднячочек, а так, что касается сложности, все-таки ментальный разрыв между людьми, есть такой минус. Это ощущается, то есть это ощущается в том, что люди, то есть когда были детьми, смотрели другие мультики, другие фильмы, книжки другие читали. Вот он, пожалуйста, ментальный разрыв, то есть когда вы о чем-то говорите, то есть ты понимаешь, что у них другое немножко мировоззрение на все вопросы. Мне не хочется домой, и морально мне не сложно. Сложно морально было, наверное, для меня лично первые три месяца, причем постепенно, каждую неделю прям как-то ощущение того, ну, что становится все легче и легче. Нет никакой поддержки и опоры просто, вот только это. Потому что я же приехал один, то есть у меня никого тут, по сути, в этом городе ни знакомых, ни друзей, ничего вообще нет. То есть меня ничего никак не связывало с этим городом. По факту, то есть с Польшей частично меня что-то связывает, то есть есть знакомые какие-то, но в этом городе, то есть никого не знакомых, то есть на работе первое, то есть никого не знаю, ни языка толком, то есть не знаю, то есть готов учиться, но что готов, то есть если ты не знаешь многих каких-то вещей, то есть ты в режиме обучения таком тотальном. И мозги работают, естественно, в таком режиме, что в режиме стрессовом, когда все вокруг неизвестное, неизвестная местность, как добираться на чем, как ехать, как работать, что-то новое в работе, плюс еще как это вообще называется. Не только вот просто крутить, ты еще должен как-то пояснить. Если человек тебя просит там подать что-то, да, то есть ты еще переспрашиваешь. То есть, естественно, это как-то стресс. Потом уже с появлением какого-то языкового оборота, то есть все это становится легче и легче, плюс ты уже привыкаешь, привыкаешь к обстановке, привыкаешь к транспорту, как ехать, как добираться, то есть как-то, ну, привыкаешь к местности, где ты живешь, вот и все. У меня на самом деле такой истории не было, чтобы меня как-то ущемляли, получается, как белорусы. Такого не было. Единственное, опять же, я говорю про работодателя, который вот второй, типа, мой работодатель, мне единственное, не понравилось такое отношение. Но это отношение продиктовано рынком. Ну, то есть много украинцев, которые хотят работать, дешево работать, три шкуры с них сдирают, вот, ну, пожалуйста, кто хочет, то с того и сдирают. То есть я не хотел, то есть мне говорят, что я не покорный. Не покорный, ну, добрый вечер, до свидания. Остался без денег во Врославе, вот это прикольная история. Я, в общем, выезжал с Варшавы, у меня еще денег буквально там было, ну, баксов 50, то есть, ну, на минималках пожить до недели. И потом я в любом случае собирался поехать домой, потому что, ну, то есть там деньги, как бы я много изначально денег не брал, это именно просто приехал прощупать почву, так сказать. Все остальные были бы, то есть, если я уже договорился о работе, то есть я бы просто приехал, собрал дома вещи основные все, то есть и приехал еще раз, то есть с вещами. Вот такой у меня был план. А изначально я приехал, у меня такой рюкзак, вот, типа, вот это вот был, ну, там только вот вещи основные и все, добрый вечер. В этот раз тоже так получилось, интересно, что. Выезжал я с Варшавы, то есть вот у меня на руках буквально там 50 баксов, там чуть еще больше, еще немножко злотых там, и все. При этом я уже с человеком договорился на Блаблакаре доехать с Варшавы до Врослава. Жду этого человека, человек говорит, ну, то есть созвонились, человек говорит, ну, попросил подъехать, типа, ближе к вокзалу, буквально две остановки там, где я нахожусь. Ну, я, естественно, сел в автобус, то есть думаю, что две остановки, проеду сейчас две остановки. Так проехал две остановки, что попал на 50 баксов этих за две остановки. Ну, такой очень хороший урок. В общем, зашли контролеры, и у меня добрый вечер, ваш паспорт. Давайте, я понял, что проблем как бы я не хочу, знание польского так на минималках, проблемы какие-то в принципе, то есть с нахождением дальнейшим в Польше я тоже не хочу, то есть, ну, поэтому мне пришлось, типа, заплатить этот штраф. В Беларуси я бы так, конечно, не сделал, сказал, до свидания. Всего хорошего и пошел просто даже. А здесь я немножко все-таки подстремался это делать, и мне пришлось это все дело оплатить. оплатить свою беспечность. Стоила она мне 50 долларов и несколько проблемных дней в дальнейшем, потому что на руках у меня буквально были деньги, чтобы заплатить человеку за поездку именно в Блаблакаре, типа, до Вроцлава. И плюс еще там оставалось, ну, просто, ну, копейки минимальные, вот на хостел буквально. И вот я в Вроцлаве стою. Это была ночь, сколько там, часа, ну, часа 3.30, может, ну, до 4. То есть в этом промежутке. То есть стою, 30 злотых на руках, с голой жопой почти. То есть мне пришлось шагать на вокзал. На вокзале я железнодорожном протусовался, типа, в зоне ожидания поездов. Там была, конечно, бичовня. Там, кстати, я вот слышал буллинг на украинцев, толкашей местных, которые там тусовались, которые гоняла полиция. И полиция ходила там, и таких, скажем, кадров, которые очень странно немножко выглядели, по их мнению, они просили показать билет. Ну, типа, куда ты едешь? Что ты здесь делаешь? Куда ты едешь? Покажи билет. А я сижу без билета и думаю, что бы они только ко мне не подходили. Потому что на улице холодно. Осень, 4 часа утра, до автобуса еще. Утреннего дофигища времени. Ну, вот так это было. На этом автобусе потом добирался, добрался. Потом мне еще куча про стояние нужно было проходить. Это пригород был. Еще пешком нужно было пройти. Там тротуаров нету, болото, грязь. Боже, я по этому всем... Это было ужасно. Я помню, что когда первое, что я... Когда пришел, типа, в сам салон, автосалон, первое, куда я пошел, то есть я пошел в туалет мыть ботинки. Потому что у меня в ботинках зимних, то есть в протектор болото... Ну, и вот я иду, и у меня болото отваливается по этому. Ну, это так себе. А оставшееся время все было куда интереснее. Без денег у меня не было на транспорт обратно. Естественно, у меня был хороший опыт автостопа. Я просто пошагал с автоцентра сразу на трассу. То есть на трассе я ловлю машину и еду в сторону Варшавы. То есть несколько машин я, естественно, поменял за дорогу. То есть я приехал до Варшавы. В это время, когда я ехал на машинах, я искал параллельно по интернету, через каучшерфинг, ну, где жилье, где я могу остановиться. Вот. Ну и нашел, то есть там ребятки прикольные были. Потусовались вечером, они меня накормили. Это было вообще шикарно. То есть это было как будто они знали, что мне нужно в этой жизни. С утра тоже покормили. То есть, ну, все, шикардос. Я приехал, помню четко, что приехал в Варшаву. То есть вечером я специально зашел, купил билет на городской автобус. Опыт. Обученный. На все оставшиеся деньги, которые у меня остались, я купил яблоко. И потом так выехал и автостопом доехал до нашей прекрасной страны, скажем так. Я уже доехал домой спокойно. В среднем на жилье это тысячу, это сразу. То есть, ну, каждый человек тысячу злотых выкидывает на жилье. Ну, опять же, если это адекватное какое-то жилье. Если ты хочешь жить в каком-нибудь, типа, условном а-ля барак, там можно это все гораздо дешевле дело снимать. А так в среднем жилье это тысяча, тысяча сто. То есть на жилье нужно отдавать за нормальную комнату. И тысячи злотых выше крыши тебе для того, чтобы питаться и что-то купить из вещей. То есть, ну, на месяц хватает. Формально нужно, ну, грубо две тысячи хотя бы злотых на руках для того, чтобы жить в достатке. Первое, что нужно понимать, то, что, во-первых, тебя здесь, по сути, никто не ждет. И это не будет из серии, типа, о, привет, там, привет, мы тебя так ждали. Нет, такого не будет. Ты просто один из, вот и все. Нужно быть к этому готовым, быть готовым к полной пустоте. Это не пустоте от отсутствия знакомых, от отсутствия близких, то есть родных. И эту пустоту придется с собой сначала переживать, а потом развиваться. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Наверное, уже как год. Я переехал в Польшу год назад, потому что у меня была, во-первых, возможность переехать в Польшу. У меня карта поляка. Плюс так обстоятельства сложились. Мне задолбала немножко работа моя, точнее, босс, который у меня был. И вместо того, чтобы выбирать новую работу в Минске и искать ее, я решил для себя попробовать что-то новое. Все, я здесь. Я сразу на ленивого пытался на сайтах польских работу найти. Потом понял, что, может быть, лучше на месте это попробую сделать. И у меня была возможность такая, приехать в Варшаву. Я приехал к Варшаву своему знакомому, знакомому поляку, с которым я познакомился, когда я еще пять лет назад ездил каучсерфингом. Ну, короче, не ездил каучсерфингом, ездил я автостопом, а приехал к нему по каучсерфингу. Вот. И мы с ним нормально закорешили, так сказать. И к нему я приехал. Я пожил у него, наверное, где-то две недели. То есть я искал параллельно работу. Две недели я был в Варшаве. То есть мне предложили работу здесь во Вроцлаве. Я приехал на собеседку первую. И все. То есть я понял, что у меня бабла как бы нету сильно. Ничего на руках уже как бы нету. Сидеть не за что. Пацана напрягать, у которого я и так посидел две недели, то есть, ну, считаю некрасивым. Поэтому я поехал домой и ждал результатов тех собеседований, которые у меня уже были. Первая работа, это вот как раз та работа, которой я приехал на собеседование во Вроцлав. И мне, получается, предложили работу механиком в компании Мерседес. Ремонт по факту грузовых автомобилей. Но у меня еще такое подразделение было весьма интересное. Я входил как бы в состав такой группки небольшой по гарантийному обслуживанию конкретно автобусов. И автобусов, которые ездят именно в городе. Потому что в городском автобусном парке здесь очень большое количество новых Мерседесов. И добрый вечер. Я работаю в заездни. В первый самый день мне, говорю, понравилось, что тебе доверяют. И мне сразу дали ключи от машины, от буса. Садись, поехали. В первый день рабочий. Меня, по сути, меня до этого видели, общим, наверное, часа полтора временем провели. То есть с работодателем, да. И мне такие, ну, добрый вечер, держи ключики, садись в машину с запчастями, то есть и едешь за мной. И ладно бы, ну, ехали там медленно. То есть нормально поливали, то есть по кольцевой там 130. Я такой, чего? Первый раз в городе. То есть, ну вот, еду на машине рабочей. Неизвестно куда. Неизвестно за кем. Ну, прикольно. Это такой был первый день рабочий, да. Тогда мой язык был вообще так себе, потому что я приехал, я мог выражать свои мысли. То есть это все было, конечно, сбивчиво. Многих слов я каких-то не понимал, тем более технических терминов. По факту я приехал на собеседование в качестве техника, ну, то есть механика, техника. Должен знать, ну, по сути, это технические термины, то есть связанные, опять же, с моей работой. И я их не знаю. Я что-то переспрашиваю. То есть, ну, короче, тут подкупило несколько вещей, на самом деле, работодателя. Первое, то, что я работал в автобусном парке и в Минске. Второе, то, что у меня был работой в компании Мерседес. Все, пожалуйста, все сложилось. Я оказался в автобусном парке в компании Мерседес, только уже во Врослые. Все. И польский тут уже, ну, ничего не играл, по сути. И попал я, по сути, в компанию. Мне так сказал руководитель, что я первый иностранец в группе компаний. Я группа компаний, крупнейший, в принципе, автодиллер в Польше. На испытательный срок мне дали 3000 злотых на руки. График, получается, был у меня изначально 5-2, но потом в связи с началом эпидемии, то есть этот график поменяли, сделали 2 через 2. Мало того, что это было просто изначально даже 5-2, это было прям с самого раннего утра. То есть в 5 часов я уже зачастую на работе был. Мне еще доехать нужно час, поэтому, ну, я встаю, допустим, в 3.30, собираюсь быстренько, моюсь вперед. У меня заканчивался испытательный срок, был 3 месяца. Это как раз разгар карантина, эпидемия, коронавирус. Никогда бы не подумал в жизни, что белорус, который приехал в Польшу, будет зависеть от китайца, который съел якобы какую-то летучую мышь. Ну вот, ну, никогда бы в жизни не подумал. Но по факту так получилось, что из-за коронавируса я был вынужден, не я был вынужден, а работодатель был вынужден мне не подписать новый контракт долгосрочный. И это было связано именно с тем, что это не решение местного руководства, это решение, в принципе, руководства группы компаний. То есть по факту я в отделе, я нужен, работы там, ну, не убавилось, а наоборот даже в какой-то степени прибавилось. А фактически, то есть они не могут мне предложить работу, потому что, ну вот, так получилось. Тысячу извинений, даже нашли мне новую работу. Но они мне нашли новую работу механиком у частной компании по перевозке. Я там поработал относительно недолго, наверное, два месяца. Ну, потому что мне не понравилось, то есть отношение, в принципе, как к работнику там. Там так себе было, потому что большая часть работников-то украинцы, следовательно, на них сильно всех экономили. Отношение так себе. А когда ты работал в компании с мировым именем и знаешь, ну, такие, скажем так, минимальные стандарты для адекватной работы, ты уже по-другому смотришь на такие гаражные варианты. Там целая история была. Там работник был один прикольный, то есть вот который, типа, как старший, он работник именно на сервисе, там был классный. А вот мелкое руководство, так скажем, ну, говнистое. То есть такой типичный жополист, которых я вообще не перевариваю. Приходят новые работники, еще один, то есть они набирают, они все время набирают новых работников, и все время у них что-то там не получается с коллективом. Вот это так озвучивается, что вот, типа, вот как работники не очень. Но по факту, то есть как раз не очень именно работодатели, отношение работодателя к этим работникам. И в очередной раз, то есть они набирают еще одного человека, приходит мужчинка с Украины, мега адекватный, то есть очень такой опытный, толковый дядька. Мне было с ним интересно, в принципе, разговаривать, то есть мы обсуждали с ним, он спрашивал мне про эту работу, то есть еще как, то есть кто, где, чего. Я это рассказывал, потому что мне это несложно, и я могу уже из опыта нахождения на той работе, то есть что-то пояснить ему. Я это все рассказываю. При этом я ремонтирую один автомобиль, ну, то есть какие-то мелкие работы, там, замена масла, там, еще какие-то такие вот мелочи. И он в это время мне, по сути, помогает. Ну, то есть разговаривает со мной, то есть сам ко мне привязался, то есть, ну, разговаривает со мной, то есть что-то там придержит, там, еще что-то. Вопросов нет. Закон, закончил работу, а потом мне кидают вечером предъяву, ну, типа, почему этот человек, ну, что ты один, типа, не можешь, что, сделать, сделать свою работу один, что не можешь, почему тебе человек другой нужен. Я говорю, при чем здесь этот человек, то есть если я не руководитель, я не могу, то есть, ну, ему говорить, что ему делать. Это, по сути, это ваша работа, то есть вы, вы ему должны говорить, что ему делать. А я не могу ему сказать, типа, ну, типа, иди, занимайся своей работой, если у него работы нету. Хочет помогать, помогает, супер. Он начал пилить, что, мол, типа, компания теряет деньги из-за того, что вот ты так работаешь, требуешь себе помощников. Я говорю, каких требую помощников? Ну, займитесь сами своей работы, а я своей занимаюсь. И у нас на этой почве возник конфликт. Меня это уже достало, то есть такое отношение. При том, что в течение всей работы, в принципе, то есть очень часто ты что-то делаешь, остановился, то есть кто-то проходит или еще что-то, и все говорит, шкода часу, шкода часу. Это типа давай, работай, работай. Хотят, грубо говоря, за минимальную какую-то оплату, то есть получить максимум и выжать из тебя максимум, чтобы ты условно разобрал, собрал машины, желательно это все за один день, и чтобы она в космос улетела, ну, отправила, как Маск. Ну, то есть что-то из этой серии. И при этом заплатить тебе 15 злотых какими-нибудь, ну, в час, ну, грубо. Но смысл в том, что меня это уже достало, то есть мы так это, я уже прям разозлило. Меня такое отношение бесит, и такая подача меня бесит. Меня это разозлило, то есть я разозлился и говорю, слушай, все, я так не собираюсь работать, до свидоса. И все. Сейчас еще только отличие, такой вот, язык еще все-таки не на хорошем уровне, на таком, среднечочек, а так, что касается сложности, все-таки ментальный разрыв между людьми, есть такой минус. Это ощущается, то есть это ощущается в том, что люди, то есть когда были детьми, смотрели другие мультики, другие фильмы, книжки другие читали. Вот он, пожалуйста, ментальный разрыв, то есть когда вы о чем-то говорите, то есть ты понимаешь, что у них другое немножко мировоззрение на все вопросы. Мне не хочется домой. И морально мне не сложно. Сложно морально было, наверное, для меня лично первые три месяца, причем постепенно, каждую неделю прям как-то ощущение того, ну, что становится все легче и легче. Нет никакой поддержки и опоры просто. Вот только это. Потому что я же приехал один, то есть у меня никого тут, по сути, в этом городе, ни знакомых, ни друзей, ничего вообще нету. То есть меня ничего никак не связывало с этим городом. По факту, то есть с Польшей частично меня что-то связывает, то есть есть знакомые какие-то, но в этом городе, то есть никого не знакомых, то есть на работе первое, то есть никого не знаю, ни языка толком, то есть не знаю. То есть готов учиться, но что готов, то есть если ты не знаешь многих каких-то вещей. То есть ты в режиме обучения таком тотальном. И мозги работают, естественно, в таком режиме, что в режиме стрессовом, когда все вокруг неизвестное, неизвестная местность, как добираться на чем, как ехать, как работать, что-то новое в работе, плюс еще, как это вообще называется. Не только просто крутить, ты еще должен как-то пояснить. Если человек тебя просит подать что-то, то есть ты еще переспрашиваешь. То есть, естественно, это какой-то стресс. Потом уже с появлением какого-то языкового оборота, то есть все это становится легче и легче, плюс ты уже привыкаешь, привыкаешь к обстановке, привыкаешь к транспорту, как ехать, как добираться. То есть привыкаешь к местности, где ты живешь, вот и все. У меня на самом деле такой истории не было, чтобы меня как-то ущемляли, получается, как белорусы. Такого не было. Единственное, опять же, я говорю про работодателя, который второй, по-моему, работодатель, мне единственное, не понравилось такое отношение. Но это отношение продиктовано рынком. Ну, то есть много украинцев, которые хотят работать, дешево работать, три шкуры с них сдирают, вот, ну, пожалуйста. Просто, кто хочет, то с тобой сдирают. То есть я не хотел, то есть мне говорят, что я не покорный. Не покорный? Ну, добрый вечер, до свидания. Остался без денег во Врославе, вот эта прикольная история. Я, в общем, выезжал с Варшавы, у меня еще денег буквально там было, ну, баксов 50, то есть, ну, на минималках пожить до недели. И потом я в любом случае собирался поехать домой, потому что, ну, то есть там деньги, как бы я много изначально денег не брал, это именно просто приехал прощупать почву, так сказать. Все остальные были бы, то есть, если я уже договорился о работе, то есть я бы просто приехал, собрал дома вещи основные все, то есть и приехал еще раз, то есть с вещами. Вот такой у меня был план. А изначально я приехал, у меня такой рюкзак, вот, типа, вот это вот был. Ну, там только вот вещи основные, и все, добрый вечер. В этот раз тоже так получилось. Интересно, что выезжал я с Варшавы, то есть вот у меня на руках буквально там 50 баксов, там чуть еще больше, еще немножко злотых там, и все. При этом я уже с человеком договорился на Блаблакаре доехать с Варшавы до Брослава. Жду этого человека, человек говорит, ну, то есть созвонились, человек говорит, ну, попросил подъехать, типа, ближе к вокзалу, буквально две остановки там, где я нахожусь. Ну, я, естественно, сел в автобус, то есть, думаю, что две остановки, проеду сейчас две остановки. Так проехал две остановки, что попал на 50 баксов этих за две остановки. Ну, такой очень хороший урок. В общем, зашли контролеры, и у меня добрый вечер, ваш паспорт. Давайте, я понял, что проблем, как бы, я не хочу, знание польского так на минималках, проблемы какие-то в принципе, то есть, с нахождением дальнейшим в Польше я тоже не хочу, то есть, ну, поэтому мне пришлось, типа, заплатить этот штраф. В Беларуси я так, конечно, не сделал, сказал, до свидания. Всего хорошего и пошел просто даже. А здесь я немножко все-таки подстремался это делать, и мне пришлось это все дело оплатить. Оплатить свою беспечность. Стоила она мне 50 долларов и несколько проблемных дней в дальнейшем, потому что на руках у меня буквально были деньги, чтобы заплатить человеку за поездку именно в Блаблакаре, типа, до Вроцлава. И плюс еще там оставалось, ну, просто, ну, копейки минимальные, вот на хостел буквально. И вот я в Вроцлаве стою. Это была ночь, сколько там, часа, ну, часа 3.30, может, ну, до 4. То есть, в этом промежутке. Стою, 30 злотых на руках, с голой жопой почти. То есть, мне пришлось шагать на вокзал. На вокзале я железнодорожном протусовался, типа, в зоне ожидания поездов. Там была, конечно, бичовня. Там, кстати, я вот слышал буллинг на украинцев, толкашей местных, которые там тусовались, которые гоняла полиция. И полиция ходила там, и таких, скажем, кадров, которые очень странно немножко выглядели, по их мнению, они просили показать билет. Ну, типа, куда ты едешь? Что ты здесь делаешь? Куда ты едешь? Покажи билет. А я сижу без билета и думаю, что бы они только ко мне не подходили. Потому что на улице холодно. Осень, 4 часа утра, до автобуса еще. Внутреннего дофигища времени. Ну, вот так это было. На этом автобусе потом добирался, добрался. Потом мне еще куча про стояние нужно было проходить. Это пригород был. Еще пешком нужно было пройти. Там тротуаров нету, болото, грязь. Боже, я по этому всем... Это было ужасно. Я помню, что когда первое, что я... Когда пришел, типа, в сам салон, автосалон, первое, куда я пошел, то есть я пошел в туалет мыть ботинки. Потому что у меня в ботинках зимних, то есть в протектор болото... Ну, и вот я иду, и у меня болото отваливается, поэтому... Ну, это так себе. А оставшееся время все было куда интереснее. Без денег у меня не было на транспорт обратно. Естественно, у меня был хороший опыт автостопа. Я просто пошагал с автоцентра сразу на трассу. То есть на трассе я ловлю машину и еду в сторону Варшавы. То есть несколько машин я, естественно, поменял за дорогу. То есть я приехал до Варшавы. А в это время, когда я ехал на машинах, я искал параллельно по интернету через каучшерфинг, ну, где жилье, где я могу становиться. Вот. Ну и нашел. То есть там ребятки прикольные были. Потусовались вечером, они меня накормили. Это было вообще шикарно. То есть это было как будто они знали, что мне нужно в этой жизни. С утра тоже покормили. То есть, ну, все. Шикардос. Я приехал, помню четко, что приехал в Варшаву. То есть вечером я специально зашел, купил билет на городской автобус. Опыт. Обученный. На все оставшиеся деньги, которые у меня остались, я купил яблоко. И потом так выехал. И автостопом доехал до нашей прекрасной страны, скажем так. Я уже доехал домой спокойно. В среднем на жилье это тысячу, это сразу. То есть, ну, каждый человек тысячу злотых выкидывает на жилье. Ну, опять же, если это адекватное какое-то жилье. Если ты хочешь жить в каком-нибудь, типа, условном а-ля барак, там можно это все гораздо дешевле дело снимать. А так в среднем жилье это тысяча, тысяча сто. То есть на жилье нужно отдавать за нормальную комнату. И тысячи злотых выше крыши тебе для того, чтобы питаться и что-то купить из вещей. То есть, ну, на месяц хватает. Формально нужно, ну, грубо, две тысячи хотя бы злотых на руках для того, чтобы жить в достатке. Первое, что нужно понимать, то, что, во-первых, тебя здесь, по сути, никто не ждет. И это не будет из серии, типа, о, привет, там, привет, мы тебя так ждали. Нет, тут такого не будет. Ты просто один из, вот и все. Нужно быть к этому готовым, быть готовым к полной пустоте. Пустоте от отсутствия знакомых, от отсутствия близких, то есть родных. И эту пустоту придется с собой сначала переживать, а потом развиваться.